Друзья, приветствую! И мы снова погружаемся в горячую тему торгов по банкротствам. Олег в этот раз подготовил 34 стратегии, как можно на этом зарабатывать. То есть выбор для каждого. Каждый сможет найти себе интересное направление. Если вы не смотрели, посмотрите прошлые два видео, которые были на эту тему. Ну и продолжаем разговор. Олег, расскажите, что за 34 суперстратегии? Эти стратегии, которые использовал я, используют ученики и, соответственно, которые можно применять на торгах. Давайте, пойдем. Их можно применять не только к недвижимости, с автомобилем можно, с земельными участками, с дебиторкой. То есть под разный вариант. Вот рассказывал уже пример, как я купил здание. То есть у меня простая стратегия, купил-продал. То есть каждый ее может использовать. Вторая стратегия, которую тоже можно использовать. Можно купить, сделать ремонт, либо сдать в аренду, либо под залог. Этот кейс мы разбирали в прошлом видео. Если не видели, посмотрите в комментариях ниже, тоже мы дадим ссылочки на прошлое видео. Там детально разбирали этот кейс. Да, то есть можно под любой объект получить залог. Ага, можно вернуть. То есть мы можем, как бы... То есть мы можем купить за 3282 рубля, вложить в ремонт, ну, 1500. Ага. И, соответственно, потом заложить в банк и получить кредит. Под залог этого объекта, соответственно, вытащить деньги для других каких-то стратегий. Итак, еще одна из стратегий, это покупка на металлон. То есть можно купить различные пожарные машины. Это вы реально покупали, да? Это у меня покупал ученик, соответственно, он купил за 530 тысяч и продал за 733. При этом нужно что отметить, что Сергей, он был директором региональной сети Магнит. То есть он решил, что все, его работа надоела, пора начать новую жизнь. И вот как раз занялся торгами. И все, и после этого он занимается этим, да? Да, да, да. То есть даже вот можно вернуть, то есть вот тут пожарная машина, какой-то самосвал. То есть все вот это взяли и просто на металлолом распродали. На металлолом. То есть можно не только на металлолом, можно, допустим, какие-то машины продать, как и есть. Какие-то машины продать на запчасти, то есть это будет дороже, чем металлолом. Металлолом это самый простой. Ты приехал, тебе говорят, взвесили, все, одна тонна, столько-то в деньгах. А если ты можешь продать машину, это дороже, чем металлолом. А если под запчасти, то тоже дороже, чем металлолом. То есть можно вот разные способы использовать. Это как бы из этой стратегии еще те стратегии идут. Когда ты машину продаешь, либо на запчасти. Металлолом это самое простое. Ну вот как раз сначала рассматриваем самые простые, Потом идем к более таким сложным вариантам. Да, мы дадим ссылочку на страничку, где размещены все кейсы, их несколько десятков, можете зайти прям детально, покопаться в каждом. Да, еще один способ, это доходный дом. То есть этот кейс тоже мы в прошлый раз разбирали, когда можно довести до ума и, соответственно, получать деньги за сдачу либо посуточно, либо помесячно. Это общежитие, да? Это общежитие, да, в городе Губкинский. Тоже стратегия, поставил знак вопроса, потому что можно сделать, как я, то есть тоже, опять же, разбирали в прошлый раз, довести до ума и продать. То есть я купил за 114, продал за 3,5 миллиона, да? А можно что сделать? Допустим, все снести, купить вот такие бытовки и сдавать посуточно. Это тоже реализованный кейс, да? Или здесь купили бытовки, да? Здесь просто купили, это как одна из стратегий, купить бытовки и, соответственно, их сдавать. То есть бытовки бывают, там есть окна, двери, кондиционеры, то, соответственно, можно сдавать. Как это делалось, это вот можно посмотреть. Наверное, на юге многие отдыхали и, соответственно, посуточно сдавали. Вот пример контейнеров, как там все размещено. Это контейнеры, да? Это контейнеры, да, да, да. Можно также, допустим, все снести, у тебя есть земельный участок в центре города, ты можешь купить контейнеры, поставить и сдавать как холодный склад. Вот один из примеров, как можно сдавать. Каждый контейнер по 6, 7, 10 тысяч рублей. Ну, а речь здесь про что, что выиграть этот участок, да, на торгах, какую-то землю, а потом на него воткнуть, например, контейнеры, да, подхранение. Как вариант, да. То есть можно участок не только в центре купить, можно где-нибудь за городом, если у тебя есть там свет, хотя бы свет, чтобы был, чтобы можно было коммуникации подвести, поставить и контейнеры, тем более они холодные, там отапливать ничего не надо, главное свет провести, чтобы лампочка горела. У меня есть инвестиции, кстати, в морские контейнеры в Санкт-Петербурге, да, вот тоже видео можете посмотреть. То есть это действительно рабочая схема, что подхранение арендует. Да, то есть вот примеры, как можно два контейнера поставить, можно там много поставить. Вот. Одна тоже и стратегия, как можно из нескольких контейнеров сделать для себя домик. То есть есть земля в центре города, положил плиты, поставил контейнеры, сделал ремонт и, соответственно, можно... Мне кажется, тут, да, главная задача, это вот эту землю в центре города найти, там что сделать уже можно решить. Пример такой, можно вот такие сделать. Поставить в ряд и, соответственно, там стену убрать и получится. Сделать сплошное пространство. Да, будет дешево и красиво. Доник в лесу. Вот как у нас на севере еще в давние-давние годы. А это фото типа 50 лет назад и сейчас ничего не поменялось. То есть можно жить вот так, раньше люди на севере жили в таких... В бочках. Но это, получается, емкости были. Которые тоже, наверное, можно выиграть по торгам. Но их можно выиграть, кстати, тут пример тоже есть. Но там емкости обычно там используются под нефть, под горючее. То есть там сложно все это убирать. Тут, скорее всего, новые. Вот тоже одна из стратегий, когда ты покупаешь контейнеры и делаешь доходный дом. Я это пробовал делать 5 лет назад. Вот мы собрали в Подмосковье такие контейнеры и действительно жилые. Но почему-то люди у нас не захотели жить в контейнерах. Что-то их смущало. Но это, наверное, в Москве зажрались. Зато я в Питере знаю такую построенную гостиницу прямо из контейнеров. И нормально работает. За границей видел, что там прямо... В Амстердаме целый огромный семиэтажный дом такой для студентов. Ну вот тоже мы разбирали, когда можно купить и продать строим материалы. То есть что-то разобрать. Это, кстати, интересно. Ведь очень много продается вот всякого такого разрушенного. Большинство людей не понимает, что с ним делать. А ведь можно вот взять и разобрать. Еще примеры приведу какие. Что у нас... Не пример, а как бы замануха такая. Что у нас раньше, когда строили дома, закладывали очень хорошую арматуру туда. Поэтому кто умеет читать и анализировать, то, соответственно, поймет, что можно купить что-то, сломать и сдать на металлолом. Вычистить арматуру. У нас есть ученики, кто этим занимается, поэтому... Целенаправленно. Еще лоты под разбором. Глубоко не буду в эту тему копать, чтобы не полить. Не полить вкусную фишку. Да, приходите коллегу на обучение, он там расскажет. Вот, тоже пример, как Саша разбил большое на маленькое. Это тоже посмотрите, прошлое видео мы там разбирали детально. Это когда перевод из нежилого в жилой тоже можно купить. Какое-то здание перевести в жилое и, соответственно, продать комнаты. Тоже разбирали по поводу проблемных лотов. То есть можно купить дешево какой-то проблемный объект, либо продать его как есть, либо проблему решить и, соответственно, дороже продать. Проблемные это с квартирами обычно, что живут люди. Живут люди, кто-то прописан, не узаконено, не оформлено, какие-нибудь суды, еще что-нибудь. Поэтому для многих все хотят просто купить 3 рубля, купить простой объект. Вот это, кстати, мне кажется, очень такая глобальная мысль важная, что все избегают проблем, а если ты умеешь решать проблемы, то вот в этой точке и деньги большие. Что ты покупаешь проблемный объект какой-то и решаешь проблемы. И за это, за то, что ты умеешь это решить, ты можешь очень неплохо зарабатывать. Но я в свое время понял, что если я проблему решу, про которую все думают, что это нерешаемо, потом я, соответственно, на этих объектах могу спокойно их покупать. И покупать дешево. Потому что все же будут бояться, даже если за 3 рубля ты купишь, но там столько проблем, ой, я туда не пойду. А ты знаешь, что ты эти проблемы решишь, все. У тебя конкурентов нет, ты купил дешево и заработал. Я вообще уверен, у нас в комментариях такой тоже напишут, что да это сложно, да это куча проблем, да куча геморроя, да этим заниматься. Но зато там и деньги, то есть чем сложнее. И тут для всех будет сложно, а ты умеешь эти проблемы решать. Ну и все, и дальше у тебя хорошая область. Можно же еще копнуть глубже, все известные личности, которые стали богатыми, они же тоже находили что-то, решали проблемы, да, и, соответственно, потом на этом зарабатывали. Поэтому посмотреть биографию, подчеркнуть оттуда, что в принципе ничего не поменялось, независимо это Америка, Россия, Германия. Все ищут простые решения. Если ты находишь сложное, решаешь. Делаешь простым, на этой разнице и живешь. Да, да, да. То есть тоже стратегия, купил, продал чужие руками. То есть купил что-то, кому-то дал, тот за тебя продал, соответственно, приехал. Тоже с прошлого видео, посмотрите, да. Тоже стратегия, можно мини-гостиница. То есть вот это здание изначально, вот этот домик использовало предприятие «Банкрот» как гостиницу для своих вахтовых работяг. То есть, соответственно, дом большой, можно еще пристройку делать, особенно здесь. Рядом с вокзалом, тем более, да, и можно помесячно сдавать, посуточно, то есть хоть как. Вот пример тоже, как у нас ученик сделал по поводу вот этих емкостей. Он был на вахте, нашел лот, на вахте у него проблема с интернетом была, тем не менее он поучаствовал, нашел покупателя перед участием, соответственно, купил, продал. А что он купил-то? Он купил вот такие емкости. А-а-а. Приехал и заключил договор, и тут же продал, получил деньги. Вот, ну это как в прошлый раз я рассказывал, покупка для клиента, да, стратегия. То есть к тебе клиент обращается, хочу вот это, он уже знает, что купить. Тебе говорят, окей, все, участвуешь в торгах, побеждаешь, получаешь вот 45 тысяч. А вот это совсем свежее. Тоже пример, когда у нас ученица купила в жилом доме комнату, да. То есть эта комната использовалась для каких-то нужд управляющей компании. Тут пульт управления там, то есть она больше как офисная такая. Она мне спрашивает, что делать. Я говорю, в каком месте она в Краснодаре купила, хорошее место. Я говорю, попробуй посуточно поздавать. Все. Издается посуточно, да? Нет, она перепродала ее. Но как вариант, можно купить такую комнату, если вы в Краснодаре проживаете, да, и, соответственно, посуду, посуду точно сдавать. Тоже одна из стратегий покупка и продажа спецоборудования. То есть находим организацию, точнее находим, допустим, какой-то лот, находим организацию, которой этот лот нужен, соответственно, покупаем, продаем. Вот в этом случае было оборудование для прокола почвы. А как он нашел, кому оно нужно, то есть кому он предлагал это оборудование? Он пошел, он хитро пошел, он сначала нашел тех, кто продает это оборудование, позвонил им, придумал легенду, что… Он две легенды обкатал, что сначала он, допустим, обкатал, что он хочет у них купить бэушное. В процессе разговора выяснил, кто, в принципе, покупает. И потом легенду обкатал, что, значит, у него есть бэушное, он хочет им продать, возьмут они или нет. И, соответственно, ребята приехали, по-моему, если не ошибаюсь, с Краснодара, сами приехали, погрузили, то есть наняли автовышку, погрузили к себе и уехали. И тут же вот он как раз снимает, ему тут же деньги отдали. То есть купил за 385, продал за 650. Отлично. Вот, тоже рассказывали пример, когда у нас ученик, работая риэлтором за 20 тысяч рублей, по сути, стал заниматься тем же самым, да, купил, находит комнаты, продает, и, соответственно, на двух сделках, одно с партнером, другое для инвестора, он заработал 200 тысяч. То есть если 20 тысяч в месяц, то 200 он почти годовую зарплату получил. Ну, Олег, вот мы много с вами обсуждали примеров, я обратил внимание, где люди не своими деньгами делают, а чужими, например, вот здесь совместно с партнером инвестором, то есть это вообще такая частая практика у вас, да, то есть что люди, ну, своих денег нету, но он ищет их где-то вокруг, да. Это один из способов, то есть в основном, кто становится партнерами, это твой ближний круг. То есть в данном случае его родственники, друзья, коллеги по работе, родители, теща, как мой у меня. То есть он нашел хороший лот и говорит, можем на этом заработать, да, кто хочет со мной поучаствовать. Он обратился к другу, говорит, точно уверен, он говорит, ну, я же риелтор, как бы вот смотри, показал расклад. То есть тут же самое главное показать, смотри, вот фотографии, вот средняя цена, вот рыночная цена, вот за сколько мы можем купить, вот какие вопросы нужно решить. Мы их решаем, тут тем более никто не прописан, не проживает. Давай вкладываться, вложились, купили, продали, и все, соответственно, прибыль пополам. Еще одна стратегия, покупка для инвесторов, вот как раз ученик, Дмитрий Смелов, с ним записывали интервью, Россия 24 приезжала в Калининград специальности. Значит, он купил для инвестора, вот там МАН стоит, бетононасос, с бетононасосом. Он его купил в городе Сочи, ценник был 16, они купили за 5 900. То есть почти в три раза цена упала. Он как раз купил для инвестора, который занимается, значит, вот эта база инвестора, занимается как раз реализацией цемента. Ну, то есть он для себя брал. Для себя купил, ему прямо эта машина нужна была, то есть они съездили, прямо ее все посмотрели. А как ваш ученик нашел такого инвестора? То есть это тоже какая-то технология поиска у вас есть? Это и технология, но и плюс все равно же, когда ты хочешь что-то продать, ты начинаешь смотреть, кому это будет интересно. То есть бетононасос, кому? Фирмам, которые специализируются на использовании таких бетононасосов. Соответственно, он пообщался с тремя, значит, людьми, встретился и вот как раз с одним он договорился. Вы когда вот обучаете всему этому, вы даете эти алгоритмы? Конечно, конечно. Так что, ребят, вот если есть желание, вперед коллегу. И самое главное, он участвовал на деньги инвестора и заработал 590 тысяч. То есть 10 процентов. То есть у нас, когда поработаем по агентской схеме, ну, стандартная цена. 10 процентов. 10 процентов от недорогих объектов. То есть до 5 миллионов 10 процентов. Потому что чем выше ценник, ну, понятно, что там приходится уже договариваться. Правда? Ну, это тоже рассказывали, когда можно купить общежитие, вывести комнаты, выделить в натуре, да, и потом комнаты продать. Тоже одна из техник, которая сейчас, кстати, тоже во многих регионах и действует, потому что с деньгами у покупателя становится туговато. Можно обменяться. Трактор на... В этом примере, да, что ты находишь трактор, меняешь его на комнату, на квартиру, были реальные примеры, когда люди находили трактор, доводили его до ума, он становился рабочий. Ну, где-то двигатель меняли, где-то там коробку меняли. Все, он становился рабочий. Предлагали строителям, которым деньгами не заплатили, заплатили квартирами. Те говорят, да, нам техника нужна, вот бери квартиру. Обменялись, соответственно, квартиру продать проще и дороже. Вот. У меня ученик, кстати, вот в Сибири купил два участка земельных. Они не близко к городу, они в отдалении. И тут набирает, я говорю, мне обратился покупатель, говорит, предлагает машину свою. Я говорю, бери. Он тебе машину по рыночной цене, земельный участок по рыночной цене. Машина более ликвидная, чем участок. Все, соответственно, пошел договариваться. Вот пример, да, что бартер с покупателями. Трактор на ренчровер? Да, да. Ну, или наоборот, можно все, что угодно. Там, потому что на торгах все есть. А, нет, автобус на ренчровер поменяли. Можно автобус на ренчровер, можно трактор, можно земельный участок, можно магазин, все, что угодно. Тоже пример, когда вот покупают, одна из стратегий купить, допустим, сельхозку, и, соответственно, сдавать ее в аренду. То есть, опять же, если мы знаем... А, это что, под выращивание чего-то? Под выращивание. То есть, если мы находим, что рядом есть какой-то фермер. Ну, это, наверное, только в южных регионах, там, типа, где... То есть, наша Свердловская область и тут севера, конечно, не пойдет. Где-нибудь в Мурманске купишь сельхозку, пожалуйста, растишь, да, хочешь. Опять же, есть примеры, когда мы знаем, что там либо есть фермер, либо есть крупный холдинг, который развивается. Ты можешь прямо под него купить сельхозку. Потому что сельхозка, она стоит дешево, а земельный банк хотят иметь сель. Чем больше земли, тем лучше. Тоже одна из стратегий, которую можно сделать, это создание, продажа бизнеса. То есть, купил, допустим, несколько контейнеров. А контейнеры продают тоже? Да. Можно находить на роты, да? Иногда поштучно продают, иногда прямо там по 30 штук. И есть пример, когда у меня человек в Архангельской области купил, по-моему, 30 контейнеров, и они у него прямо разлетелись. Он говорит, я не успевал, потому что... Я говорю, а кто у тебя покупал? Да все, потому что ценник, опять же, все смотрят на цену. Вот, то есть... А здесь, ну, по сути, хранение, да, сделали? Да, то есть, можно договориться где-то, арендовать небольшой участок земли, поставить туда несколько контейнеров. Можно взять уже какие-то договора по аренде, да, и продать как готовый бизнес. А можно просто поставить и продать, что у тебя есть там 10 контейнеров, и с них можно какой-то получать доход. Тоже одна стратегия, когда мы можем на торгах купить с дисконтом какую-то технику, и потом эту технику использовать либо самостоятельно, да, либо сдавая там на час, на сутки, либо договориться перевозить какие-то грузы из одного города в другой, и, соответственно, потом уже как, типа, как готовый бизнес можно продать. То есть не просто машину ты продаешь, а… А в чем тут бизнес, ну, помимо самого… Что у тебя есть договора… Договора аренды, да. Да, на аренду, либо на оказание каких-то услуг. И ты не просто вот МАЗ, КАМАЗ продаешь, а у тебя там договор, что ты каждый месяц перевозишь какой-то товар из точки А в точку Б, получаешь из этого, ну, когда на примере там 100-200 тысяч. Вот тоже одна из стратегий, это когда ты покупаешь дебиторку, и ты дебиторку взыскиваешь. Дебиторку, то есть это речь про задолженность. Задолженность. Дебиторка задолженность. То есть ты покупаешь не объекты, а конкретно деньги, да, которые должны. Да, да, да. Ну, раз ее продают, значит, ее не могут взыскать. Нужно смотреть, потому что конкурсный… Нужно понимать следующее, что конкурсный, он тоже взыскивает дебиторку. Ну, да. Он ее взыскивает до последнего. То есть он сначала продает все ликвидное, потом малоликвидное, потом все, что осталось. Дебиторку оставляет на самый последний момент. Если он понимает, что по этой дебиторке он не успевает взыскать, либо там уже какие-то появились моменты, на которые, ну, моменты какого плана, что там не взыскать, но он, соответственно, выставляет на торги и продает. А как же вы потом взыските? Ну, раз он не смог… По этому дебиторку нужно также смотреть. То есть особенность дебиторки в том, что ты ее не пощупаешь вот так вот, как, допустим, машину, как комнату, как квартиру. Это все бумаги. Их правильно нужно смотреть. И, соответственно, это один момент. И второй момент – бумаги по дебиторке конкурса никогда не присылают тебе на электронную почту. То есть если, допустим, фотографии, документы по недвижимости, машине, там конкурсы тебе сбросят, по дебиторке, там вот такие пачки документов, их никто не сканирует, не присылает. Он говорит, приезжай, смотри. Поэтому если кто-то планирует заняться дебиторкой, а там тоже можно получать деньги, нужно приехать, проанализировать. Если сам не понимаешь, пригласить там юриста, бухгалтера, чтобы вместе посмотрели. Вы выработали стратегию, как вы будете взыскивать дебиторку, проверили должника, что у него есть деньги. Что зачем покупать дебиторку, если там должник уже находится в банкротстве, в ликвидации, и там ничего нет. Все, и после этого уже можно участвовать. А в данном случае чего он купил? Ну, была задолжена 173 тысячи, он, соответственно, поучаствовал, за 40 тысяч купил, и в итоге через суд получил исполнительный лист, и он пошел в банк, он знал, где у должника есть расчетный счет, и можно с исполнительным листом прийти в банк, и, соответственно, там эту сумму взыщет. И, соответственно, получил сколько? Получил 173 тысячи. То есть еще можно тоже в стратегии, когда к вам обращаются знакомые, говорят, слушай, у нас есть долг, который там продается, ну, был в каком-то банке, там, ипотека, кредит, банк, соответственно, банкротился, все это выставляется на торги, помоги купить. Ты можешь помочь купить, соответственно, заработать комиссию. Это первый вариант. Второй вариант, когда тоже одна из стратегий есть, когда ты можешь, как бы, чужой дебиторкой закрыть свой долг. Там тоже есть особенность, не просто так. Нельзя просто что-то любой, ты как хочешь закрыть. Нет, нельзя просто так купить дебиторку, то есть, ты, допустим, тебя в банке проверяли службы безопасности, там, ты кучу справок принес, потом ты такой, не, там, Сбер, извини, я тебе платить не буду, да, я вот купил дебиторку Иванова, за меня будет Иванов платить, нет, такой вариант не пройдет. Но есть особенность, которую мы рассказываем, как это можно сделать, есть нюансы, потому что, которые нужно учитывать, вот. Но стратегия такая тоже работает, то есть, рассказывал в прошлый раз пример, когда можно покупать какой-то неликвидный объект с хорошей кадастровой ценой и закрывать свой долг. И тут тоже пример, как можно вот чужой дебиторкой попробовать закрыть свой долг. Вот, еще одна из стратегий, свое инвестирование, да, рассказывал, что вот купили 9, 8 квартир, одну комнату в городе Уфа, 20 своих инвесторов по разной цене и, в принципе, вот в данном примере мы инвесторам отдаем 63% прибыли, поэтому, как бы, ну, интересно. А каждый имеет долю со всего, да, то есть, не каждый проводит? Не каждый 63%, а именно доля от участка. А какая защита для инвесторов, то есть, вот, я дал вам там миллион, а как у меня обеспечение? Защита была такая, что мы с каждым заключали договор соинвестирования, первое, второе. Вторая защита у нас, квартиры, вот, которые мы купили за 15,527, они реально стоят 23 миллиона. То есть, если ты хочешь, то есть, мы, допустим, ну, я имею в виду, что эти квартиры, они как-то служили обеспечением по этим. Они служили обеспечением, да, то есть, если, допустим, у нас также было прописано, что если инвестор, допустим, по какой-то квартире, ну, вдруг у нас затянулся, там, процесс выселения, да, сказал, ребята, мне надоело ждать, там, все, хочу выйти, мы говорим, окей, вот, есть квартира, если твой вклад, оставшийся, он совпадает со стоимостью квартиры, либо получаешь полностью квартиру, либо получаешь какую-то долю в этой квартире. Все говорят, окей. Но я думаю, что всем интересно получить деньги, поэтому проговорили, договорились, но в итоге, я думаю, что все правильно. А вы как-то с учениками периодически собираете такие пулы, да, вот, для реализации? Да, то есть, в этом случае у нас был открытый пул, то есть, где могли поучаствовать все. Вот все наши ученики, знакомые, друзья, у меня говорят, теща здесь поучаствовала. Вот, моя задача была вот именно посмотреть, потому что обычно все это в узком круге, допустим, есть какой-то инвестор, который не хочет светиться, есть деньги, соответственно, хочу что-то купить, вот, соответственно, вот так работаешь. Тут, значит, была гипотеза протестировать, как это будет работать, собрали, в принципе, вариант рабочий, можно участвовать дальше. Вот, еще одна стратегия выступит инвестор, вот по поводу катера в Калининграде тогда, вот, вот, Александр Познахов, кстати, который вот примеры приводили по недвижимости, здесь он нашел катер, нашел покупателя, говорит, все, есть покупатель, давай, я говорю, окей, все, в итоге я поучаствовал, вот, купили, выиграли катер, да, он как раз для прогулок по морю на небольшом шторме, вот, купили за 635, продали за миллион 125, опять же, тут тоже такая история, инвестор сначала хотел расплатиться не сразу, допустим, сначала одну сумму, потом через месяц, два, другую, потом решил, нет, давай всю, и опять же расплатился он не рублями, а евро, то есть он мне по 500 евро, там, несколько бумажек, на миллион 125, я их взял, Саше, значит, процент отдал, потом приехал домой в Екатеринбург, потом, что за 500, 500 евро, потом-ка я поменяю их, в итоге поменял, и курс вырос, да, да, вот видите, вот у меня всегда так, вот, по поводу еще одной стратегии, как у нас ученики могут стать помощниками конкурса, вот у нас ученица Мария есть, она в свое время тоже у нее стратегия была искать лоты под инвестора, да, вот, в одном, в примере она помогла купить, и, соответственно, заработала свои первые 160 тысяч, это прямо для нее была фантастика, как так можно там, ничего не делать, 160 тысяч получить, и буквально какое-то время проходит, мы с ней не общались, тут нам пишет, значит, как раз на слайде, что она сейчас помощник арбитражного, все, нужна помощь, я говорю, окей, давай, помогу, вот, тоже, тоже стратегия, у нас, кстати, уже три ученика, кто, два стали помощниками, и один стал прямо конкурсом, но мы плотно не общаемся, но он мне сам позвонил, что я благодаря торгам поменял работу, стал конкурсом, и мне это сейчас нравилось, вот, и еще одна стратегия, это вот, агент торгов по банкротству, да, вот, то ссылки дадим, вот, на все примеры, когда у нас тут можно покупать разные предметы, тоже вот, вот, кстати, вот сейчас тоже будет кейс, как купить мечту, то 34-е, когда человек купил Ягуар, и пишет, что это комплектация вторая, и у него по всем характеристикам машина лучше, чем те, которые есть сейчас, он говорит, я ее продавать вообще не буду, буду оставил себе, оставил себе, да, то есть вот одна из стратегий тоже купить мечту, то есть кто-то мечтает машину купить, кто-то квартиру купить, кто-то дом, кто-то там яхту купить, то есть все реально, можно свою машину мечты найти на торгах, вот, как наш ученик, да, так, ну что мы, все разобрали, разобрали, да, и самое главное, что вот, о чем хочу заострить, что для успеха не нужно быть умнее, надо просто быть чуть быстрее, и все, супер, спасибо большое, Олег, для тех, кто нас смотрит в первый раз, если вы не смотрели, посмотрите прошлое наши два видео с Олегом, и у Олега есть обучение, скажите, пожалуйста, да, у нас есть мастер-класс, он бесплатный, он проходит онлайн, на котором вы можете полностью познакомиться с темой торгов по банкротству, понять, увидеть вживую, как это происходит у нас, как происходит у наших учеников, что мы от вас ничем не отличаемся, у нас одна гола, две руки, две ноги, для участия в торгах не нужно никакого специального высшего образования, ни экономического, ни юридического, достаточно того уровня, который у вас есть сейчас, это первое, второе, в торгах не важен возраст, то есть у нас есть ученики, кто является студентом, есть ученики, кто у нас уже на пенсии находится, есть мама в декрете, то есть есть кто у нас госслужбу проходит, есть военные, то есть разные категории люди, есть даже те, кто на вахте прямо вот находятся, участвуют в торгах, зарабатывают дополнительную копеечку в семью, поэтому приходите на мастер-класс, он бесплатный, посмотрите, что такое торги, если вам эта тема будет интересна, с удовольствием отвечим на ваши вопросы, и соответственно, если надумаете изучить эту тему, будем рады видеть вас в наших рядах. Спасибо, супер, ссылочку на мастер-класс ниже и на другие видео мы дадим в описании под этим видео, успехов!